Среди многих видов растопок для костра особенно выделяются своей простотой и эффективностью так называемые таежные палочки или огненные перья. Сухие ветви деревьев обструганы со всех сторон так, чтобы стружка не отделялась от основания ветви. Они хорошо загораются и при полном воспламенении дают много огня. Техник получения такого огненного пера много. В этом видео я расскажу о своем любимом способе получить такую растопку. Итак, что нам потребуется? Твердый пень или опять же твердое поваленное дерево. Нож с хорошей заточкой и простая сухая ветка. Нож втыкается в дерево или пень острием от себя под углом стремящемуся к 90 градусам. Цель этой процедуры хорошо зафиксировать острие ножа в древесине и значительно сэкономить силы при изготовлении растопки. Ну а дальше все видно. Обыкновенные возвратно-поступательные движения с постепенным переворачиванием ветки. Если взглянуть на другие техники, то в них в основном фиксируется не острие ножа, а сама палка. При этом держать нужно и палку, и нож. В этом же способе фактически мы работаем одной рукой. В другой просто фиксируем рукоять ножа. Острая заточка которого без особых усилий и в кратчайшие сроки позволит сделать замечательные огненные перья. В качестве основы для этой растопки я обычно использую сухие еловые ветки, сорванные в основании больших и раскидистых елок. Даже в сильный дождь они практически всегда сухие. Видео я снимал после дождей, поливавших лес чуть меньше суток. Как видно, все прекрасно загорелось. Длина самой стружки около 5-10 сантиметров. И это, на мой взгляд, оптимальная длина. Ну а с вами были Лесные. Ваша поддержка очень мотивирует нас снимать новое видео и делиться полезной информацией. Всем пока! До новых встреч!